Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Запомнились эпические факапчики Субтитры делал DimaTorzok Тут Каспера возможно подвело незнание теории Таля о полезности попадания в ловушке соперника Иначе вместо ферзь h4 он бы попался и выиграл партию Самый эстетичный и слегка сложный косяк Спароу Парлиграс в партии с дружкой Кажется, что ф6 король е6 ладья g4 логично сильно и выигрывает Это да, но для черных Геометрическая нескладуха заставила белых отдать слона и партию Запомнилось повторение ходов в первом туре противникам Панкратова Вот в такой вот позиции Вы бы здесь ничью отцу родному отдали Ну и конечно камбэки Аль Кудами с рейтингом 2435 сумел отыграться черными с Табатабеем А Читумба Муали 2281 белыми с Мартиросяном Оба рейтинг фаворита вынуждены были доказывать свое реноме на тайбрейке И заметим, оба после этого прошли очень далеко Это я о пользе полноценной разминки Главные герои первого тура Англичанин, доселе мне неизвестный Международный мастер Рави Хария От доминировавший ветерана нокаут-движухи Вадима Звягинцева И 14-летний Володар Мурзин Отдалевший другого мастодонта Виарелла Иордакеску С появлением 50-ти, что называется Top Guns, то есть лучших стрелков Кубок Мира утратил в томности и много чего приобрел в спортивной составляющей Началось все правда с событий не самых веселых Прямо во время партии с Каруаной вынужден был покинуть зал индонезиец Мегаранта По причине позитивного теста на ковид По подозрению на него еще до игры сошел с дистанции Ильвон Аронян К счастью, на этом ковинциденты исчерпались и больше не отвлекали от главного И опять, как в предыдущем туре, нельзя сказать, что сенсаций было много Карлсон Наколов Мартиновича временной жертвой? Так это нормально Красенков разорвал в фирменном стиле Алексиенко? Так ведь он и ранее был в первой десятке А ярчайшим шахматистом остается и поныне Пишоп блестящий шахматист Пиша провел атаку с Саричем В Найдорфе мы видели и не такое Пишоп блестящий шахматисту Главное, пожалуй, что запомнилось Становление в глазах всего мира Нового бренда в лице узбекских юниоров Синдаров абсолютно превзошел Фирюзу Во всех компонентах игры, в том числе счете А Вахидов не без проблем, но по делу обыграл Домингес Вообще, на всем протяжении Кубка Было ощущение, что элитники Как-то совсем подотвыкли от напряжения уличных драк с опенскими бойцами Что не говори, а затягивает Затягивает она обволакивающая атмосфера онлайн-круговичков Где результат не так и важен Ведь ты в этой обойме навсегда Напоследок, несколько курьезов этих трех дней Хотя смешно будет вовсе не всем Казалось бы, безопасность короля прежде всего А нет Двойная угроза взять ладью Д8 и пойти Ферзь Е5 Неотразима Белых устраивала в этой партии ничья И тут В этой позиции Маради Абади согласился на ничью После короля в семь король без труда уходит от шахов Алё, это была партия в классику И опять партия с длинным контролем Нет слов В небе полночном, в небе весеннем Падали две звезды Падали звезды с мягким свечением В утренние сады Без светлых поездей Настоящий звездопад или по-научному метеорный поток Приключился в третьем туре Жертвой пали Мамидяров против Мартирасяна Юянги против Таба-Табея А второй номер мировой классификации Фабиана Каруана Не дожил до тайбрейка в поединке с Джумабаевым Начала вырисовываться некая закономерность Типа старикам тут не место Этот рефрен так и определил звучание турнира до самого конца Но в сугубо творческую шахматную историю Трехневка войдет по другой причине Такие величественные сюжеты в партиях сильных шахматистов встречаются нечасто Нам всем повезло, что оба противника Не знали этой в общем известной дебютной линии Наслаждайтесь, кто еще не Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь о грустном Блестящее поколение юных индусов Пока никак не освоит премудрости Эншпиля Которая порой даже не премудрости, а препримитивности Здесь легко давало ничью F4 Но нет После блестящей новинки в дебюте Шахрияр проиграл в один ход С этого все проблемы и стартовали Нет, я понимаю, что у белых не сахар Но зачем же коней-то пулять? После ферзь D7 белым можно было протягивать краба Среди главных трендов последних 10 лет Проигрывать такие Эншпиля в классику Ну, всплакнули, идем дальше Чуть не забыл Главный герой тура Ренат Джумабаев Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь Слонцы 8, безусловно, ход дня Угроза слона А6, Слонцы 4 Вынудила белых пойти на жертвы Дикие осложнения и сдачу посуды Так второй шахматист мира Закончил свои сочинские гастроли Есть такое угарное выражение Чем дальше в лес, тем толще партизаны Не знаю аналог на норвежском Но уверен Что-то такое было на уме у Магнуса Впервые встретившегося С ожесточенным сопротивлением В лице Радослава Вайташика В остальном тур запомнился Суровыми российскими дерби Есипенко-Дубов, Горякин-Артемьев И Свидлер-Витюгов Первые в парах победили вторых А тем временем Покуда Джумабаев обидным образом Уступил Шенкланду, а Синдаров Перуну Определился и главный герой этого тура 18-летний серб Велимир Ивич Вот уж подлинное открытие этого турнира Он не трогнувшей рукой Убрал с пути самого Андрейкина Не без фарта, правда Ничью делает любой разумный ход Вот только мост на Дрине Помогать черным строить не надо было 15-летний Синдаров Может был еще не в курсе Что с пятикратным чемпионом мира По решению композиции Надо бы повнимательней С геометрическими мотивами Четвертый тур был единственным Где Яну Криштофу Дуде Пожалуй, что повезло Правильную идею и Дани понятно видел Но что-то там не доглядел А ведь в Сломбе 3 было и сильно И стильно И можно было бы руки поджать Есть ощущение, что Сергею необходимы Такие вот адреналиноизвергающие зевки Чтобы потом сыграть классическую партию Субтитры сделал DimaTorzok Не любит Магнус встречаться с более молодыми талантливыми игроками Чувствует, что где-то среди них и притаился будущий его сменщик на троне Вот только состав участников Кубка мира определяет не он Так что следующим противником оказался 18-летний Есипенко Беда Обычными техническими ужимками Сначала у Карлсона ничего не получалось Потом соперники обменялись ударами А затем норвежец взял верх Но обратите внимание, чего ему это стоило В своих турнирах Карлсон не столь эмоционально Одной из мини-сенсаций стала победа Шенкланда над Свидлером Зевок Ферзь Б5 сохраняла равенство Вся штука в том, что ладья не может уйти из-за шаха на Д7 Уже в 2016 году Сэм специализировался в разрушении мечт Подлинная трагедия случилась у Мартиросяна Победившего в первой Но разрушившего собственными руками Сто процентный битяк во вторую партию Результат тайбрейка после этого был предсказуем Александр Грищук не угадал Единственное правильное поле для отступления короля На тайбрейке против Дуды А Корякин воспользовался великодушием Василия Грава Лишив его шансов попасть в гран-при Претендентский и выиграть Кубок Мира тоже Кстати, на этот раз в турнирный зал таки залетела Одна из двух самых частых гостей супертурниров Форсированная рыба в Грюнфельде Больше таких безобразий на Кубке не встречалось Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова После двух тяжелых противостояний Атлант расправил плечи Карлсон дождался наконец представителя поколения постарше Этьена Бакро Тут можно было и поизмываться Субтитры создавал DimaTorzok Еще в основное время мы лицезрели одну из лучших партий турнира Субтитры создавал DimaTorzok А на тайбрейке еще одну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень жаль, что в шахматах не принято слишком ярко выражать свои эмоции Когда такое случается, радуешься как ребенок Доботобей сдался в виду И в конце концов угловое поле H8 того самого черного цвета Момент истины Судный день Час расплаты Много названий для того, что произошло в седьмом туре С постамента рухнул Облагородивший своим участием Кубок Мира Магнус Карлсон Сенсация, если это она Наклевывалась еще в основное время А окончательно обрела форму Во второй партии тайбрейка Правда, не без приключений Здесь делала ничью слон Д4 Но в этот день Карфагену суждено было пасть Этот турнир не прощает Или что-то подобное заключил чемпион мира после матча Ага, Магнус Такие турниры Оказывается, существуют Во втором полуфинале Достаточно было Федосееву зазеваться на один миг Как все было кончено Субтитры создавал DimaTorzok После этого нас ждал Апофеоз Финальные матчи за призовые места Кульминация, климакс, решающий поединок За самый справедливый титул в современных шахматах Я могу представить состояние игроков в этот момент Вроде бы и цель обжигающая близка Но подспудно хочется, чтобы все наконец закончилось Иначе как объяснить вот это? В парте случился вариант Который Ян Криштоф играл черными весь турнир Но После этого шахматные боги Окончательно определились с именем своего избранника Одарив достаточно легкой прогулкой После очевидной новинки Субтитры создавал DimaTorzok Так это было Ян Криштоф Дуда абсолютно заслуженно и закономерно Добился наивысшего достижения в истории польских шахмат ВИВАТ Матч за третье место всегда немножко грустно Но именно в нем сильнейший шахматист мира проявился с полной силой Понятно почему Больше не давит так сильно венчающая голову наполеоновская треуголка Первая партия матча Федосеев-Карлсон Однозначно масштабный шедевр Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и все Санта-Мороз взмахнув полами своей красной шубы Возвратился в свой сказочный лес А мы снова очутились в апокалиптическом мире тупых онлайнов Но это не продлится долго Всего два года Мы же знаем, что Седой Бородач ушел не навсегда А мы снова превратимся в новогодних детей На трибунах становится тише Тает быстрое время чудес До свидания наш ласковый Миша Возвращайся в свой сказочный лес Кубок мира традиционно относится к числу самых урожайных турниров В плане новых дебютных идей Ставки высоки, талантливых людей много Всегда есть чему порадоваться заинтересованному наблюдателю Предлагаю вам свой персональный хит-парад Всякий раз после новинки Показываю еще несколько ходов для иллюстрации идей Да, да, да Это редкий, но важный вариант славянской защиты Результаты у белых были просто зашкаливающие До этой партии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Эта скучнейшая вариация защиты Немцовича в последнее время не устает радовать предводителей белых фигур Равенство на расстоянии вытянутой руки, но как же приятно без риска-то Как соскочить черными в Каталоне? Вопрос интересующий очень многих Вот вам простой рецепт Сначала выходите в форсированную линию Редактор субтитров А.Кулакова Затем сворачиваете на боковую тропинку Ну а потом делаете очевидный ход После чего держите немного пассивную, но ясно, что ультранадежную позицию Алексей Широв один из очень немногих, продолжающих отстаивать честь варианта ботвинника Очень часто здесь все решается глубиной погружения анализов ходу на 35-м Но на этот раз Витюков избрал почти неисхоженную тропу Формально не новинка, но почти неизведанная территория Нередко Белый Король уходит в длинную рокировку Безумству храбрых мы продолжаем петь песню И Дани может не самый яркий иранский талант последних лет Но теоретически очень оснащенный В другой форсированной линии варианта ботвинника Продолжение следует... Он нарыл, что ферзь С6 наверняка делает ничью Так был нейтрализован сам Томашевский Венский вариант ферзевого гамбита Прекрасный выбор, если только не бояться схватить мат С другой стороны, просто не надо лениться дома Здесь Магнус взял на С6 и вскоре ничья Критический тест отойти слоном на Е4 Тут случилась известнейшая тапия Которая может получиться массой порядков ходов Тем важнее открытие, что после Оказывается, можно пойти просто Ц5 и уравнять Как же приятно в нокауте после ничьи черными Получить дармовичок ударным цветом Если пенка это удалось в популярнейшем варианте Продолжение следует... Посредством меланхоличного движения пешки H Главное, помешать подрыву G5 А остальное все приложится Так и случилось Долговременные слабости по линии D В итоге сказались Когда играешь испанскую партию Вечный вопрос Что же на открытый вариант я делать-то буду? У неукротимого Сэма был свой ответ на вечную дилемму Первый важный момент В случае конь D2 надо быть готовым отдать качество Правда, безо всякого риска Чаще всего белые бьют на Е4 сразу А вот и новинка Шенкланда Циммис в том, что после Как и было в партии F6 наталкивается на Слон, отвлеченный на H5 Больше не держит поле Е6 У белых большой перевес А вот и новинка победителя Не мудрено, что найдено Данилом Дубовым Он у нас главный поставщик В заброшенном под варианте Одного из главных направлений Грюнфельда Он нарыл новое Эльдорадо Полный простор для фантазии и сломанных теоретических копий Изучайте теорию Иначе она, сами знаете что Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...